здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня по плану у нас вот такая вот повязочка со снудом с косой платочной вязкой с помпончиками завязками помпоны видите вот сейчас мы попробуем этот снудик повторить и повязочку кому интересно оставайтесь со мной начинаем с того что определяемся с со спицами и нитками спицы 4 миллиметра у меня ниточки вот такие вот здесь просто у меня матки по 200 грамм значит 330 метров 100 грамм а то есть нитки у меня в 200 граммах 660 метров 100 граммах 330 метров и вязать буду два сложения если вы будете вязать в одно сложение то выбирайте нитки по плотнее два раза короче начинаем мы с того что набираем 6 петель 4 5 6 делаю я узелочек для закрепления и вяжу первый ряд первую петлю снимают делаю воздушную петлю и вяжу лицевыми петлями перед кромочной я тоже делаю воздушную петлю изнаночные изнаночный ряд я вижу изнаночными петлями в следующем ряду точно также воздушная петля после кромочной и перед кромочным изнаночный ряд без изменений когда у нас на спицах вот будет 16 петель мы изнаночный ряд продолжаем вязать вот таким вот образом кромочную снимаем эту петлю после кромочной провязываем лицевой и провязываем средние 12 изнаночными 12 петель это наше наше будущее коса вот это лицевая это ободочек по краю который у нас будет платочной вязкой и теперь начинаем вязать кромочную лицевой петлей везде и в лицевом и изнаночном ряду кромочная у нас теперь будет лицевой петлей продолжаем в лицевом ряду добавлять петли и вывязываем косу коса таким образом первые три петли и следующие три петли мы меняем местами первые три петли поверх последующих трех петель сверху вот теперь одеваем эти и провязываем все 6 вот она первая половина косы то есть эти три мы повернули влево теперь мы будем наоборот последние три петли поворачивать вправо поверх вот этих первых трех петель я их одела на эту спицу держу вы можете пользоваться вспомогательной спицей так вот они смотрите вот три и три воздушную петлю не забываем и кромочную лицевой вот первый раз мы сделали перед переброс нашей косы через 9 рядов я буду делать то же самое то есть теперь у нас уже две петли после кромочные лицевых 12 центральных косы 2 петли лицевыми и кромочная лицевая далее добавляем последнюю мы воздушную петлю в начале в конце ряда и всего на спицах у нас получается 20 петель 12 петель косы и по 4 часа и и и 12 петель косы и по 4 петли 1 2 3 и 4 включительно кромочной вот эти полосочки платочной глади и теперь продолжаем просто вяжем по узору уже ничего мы не добавляем вяжем по узору в каждом десятом ряду делаем косу как я определяю где мне вязать косу вот считаю вот по вот это начиная с этой дырочки видите где она раз два три 4 5 6 7 8 9 10 рядов вот то есть через десять по сути она не в десятом ряду а через десять потому что вот сейчас мы начинаем вести отсчет мы снова начинаем считать это как первый ряд еще раз косу вам показываю три петли 3 и 3 меняем местами первые поверх последующих здесь у нас четыре петли видим видите платочной глади и здесь меняем местами первые три петли сзади последующих и таким образом продолжаем вязание вывязываем косу уже ничего не добавляем не убавляем вяжем ровненько этом не забываем делать перебросы на косу и так вот провязала я ровную часть сейчас я вам измерю сколько у меня тут сантиметров значит если мерить ровную часть 36 сантиметров приблизительно ну а когда с этими хвостиками я вам скажу теперь мы начинаем делать убавлением убавление делаем по тому же принципу как мы делали добавление в начале то есть начале и в конце лицевого ряда мы будем сокращать по одной петле кромочную снимаем провязываем две петли вместе далее вяжем по узору перед кромочной провязываем тоже две петли вместе изнаночный ряд по узору без никаких сокращений и так мы будем продолжать убавлять в каждом лицевом ряду пока у нас на спицах не останется 6 петель то есть те же 6 петель с которых мы вот здесь вот начинали и оставшиеся 6 петель мы просто закроем так девчонки вот такая вот получилось у меня повязка я сейчас вам измерю готовую ее длину и ширину в готовом виде в готовом виде она у меня 48 сантиметров ширина 10 сантиметров пока отложу и расскажу вам про снуд снуд я не буду показывать тут нечего показывать тут просто прямоугодник набрала 80 петель 4 ряда провязала лицевыми петлями вот очень хорошо видно то есть платочной вязкой и далее распределила петли таким образом 4 петли платочной вязки вернее 3 петли и одна кромочная далее 12 петель косы коса точно такая же как и на повязке и и оставшиеся петли это платочная вязка то есть из 80 если посчитать 64 петли платочная вязка далее вязала высоту я всего высоту у меня провязано 80 рядов и в конце тоже 4 ряда платочной вязкой то есть включительно эти 8 рядов 72 ряда у меня получилось косы вот и все девчонки и измеряю вам думаю что ничего тут сложного нет да не думаю уверенно ничего сложного 25 сантиметров высота вот кстати где коса вот смотрите 30 сантиметров она растягивает полотно то есть здесь она длине но это нам нужно даже на фотографии видно что этот уголочек у нас такой как бы уголком снудик выглядит и ширина 47 сантиметров можно больше можно меньше это в зависимости от того как вы хотите снуд плотно не плотно то есть меряйте по себе то я сделала далее я сделала вот такие вот 4 помпона каждого есть свой способ скоро на канале появится видео я купила вот разные всякие такие прибамбасы именно на производство помпонов другого слова я не нашла про и кроме как производство помпона в общем четыре штучки я сделала теперь вот такую вот двойную нить двойная она у меня потому что я вязала в два сложения длина 3 метра и я ее просто продену в половине вот смотрите я хочу продеть вот в краешке то есть с одной стороны у меня полтора метра и с другой стороны полтора метра вот так вот зигзагом я сюда продену чтобы этот край стянуть и он у нас был хорошо держался как бы теперь я сейчас измеряю сравняю только кончик теперь вот здесь вот прям так хорошенечко стяну и и начиная отсюда буду вязать цепочку крючком крючок четыре миллиметра такой шнур из цепочки крючком то есть моем случае это в четыре сложения в вашем случае если вы в одно сложение вяжите то в одно сложение в два сложения вяжите этот шнур чтобы он был поплотнее вот тут уже у меня одна ниточка вот такой вот длина счастливом по мере у меня из трех метров получилось вернее это полтора метра потому что три метра я проделана пополам получилось 30 приблизительно 30 сантиметров нам будет достаточно вот сейчас я его привяжу помпончик у краешек и обрежу ниточки все на край я закрепляю помпон вторую сторону мы сделаем точно так же хорошенечко тут завязывайте чтобы держался не упал нашим красотулька вот я прежу с другой стороны сделаю то же самое вот оно у нас и потом уже на манекене вам покажу для этого для снудика что у меня также два полагона для повязки два и для снуда два и вот связала я цепочку четыре сложения 150 сантиметров полтора метра далее как я буду это все дело делать начинаю с верхнего краешка буду протягивать не делала я тут дырок девчонки оно все протянется и так прекрасно вот в кромочную то есть я вот здесь вот буду продевать этот шнурок как нормальный обычный шнурок мы продеваем в ботинке но до половины как бы этого сейчас я тут измерю на краешке потом я точно таким же образом привяжу наши помпоны вот теперь вот буду вот так вот чередуя продевать через одну сюда шнурок так мне вот этот нужен то есть точно так же как мы продеваем в ботинки шнурок крест-накрест вот так вот я продену теперь буду вот так продевать где-то до вот этого сейчас я вам продену потом я вам покажу сколько вот она моя головушка будем одевать сейчас сначала повязочку готова повязку мы надели так и смотрим вот я оставила девчонечки чтобы вы увидели ну как бы все как шнурок не затягивала пока думаю на всякий случай чтобы вам показать уж не оттуда тяну так теперь снудик я одену конечно на дичуле снизу ну а вы соответственно будете одевать сверху вот он такой вот этот уголок чтобы он на плечика ложится хорошо и здесь мы завяжем все готово девчонечки готовы мои хорошие вот так вот это выглядит если вот так вот поднять соответственно не на манекене все у нас выглядит вот так вот вот наш комплектик вот а с вами была вика и школа рукоделия с вами прощаюсь ждите следующих мастер-классов осенней серии ставьте лайки подписывайтесь на канал скажу классической избитой фразы в ю тубе хотя ее почти практически никогда не говорю мне как-то стыдно я не знаю я считаю что кто захочет тот поставит лайк кто захочет тот подпишется кто посчитает нужным как бы полезным для себя канал он подпишется и так без без моего призыва это мое мнение а я с вами прощаюсь всем пока пока до новых встреч